Краткое содержание предыдущих серий Законченный романтик Ромео и недобитый Бенволио инкогнито проникают на бал, устроенный Капулете в честь помолвки дочери Встретившись на балу, Ромео и Джульетта влюбляются друг в друга с первого взгляда до розовых слоников Драчливый Тибальт нечаянно убивает Бенволио Поди, отравленный горшок по назначению! Ромео, глянь, спешит к тебе звездец! Опьяненный местью Ромео, смертельным укусом в ухо убивает Тибальтон насмерть Луна, как блюдце, это не к добру Тоскою душною тревожно полночь дышит Душа кричит Но этот крик никто не слышит Вот я стою, потом возьму, вдруг и умру. Так просто, ни с того и ни с сего. Копыта стройные свои я здесь отброшу. Сыграю в ящик. Ой, мороз бежит по коже. Я вся дрожу, а рядом нет его. Полны слезами девичьи ресницы. И страшная пугает высота. Вот если зафигачить вниз кота, он полетит, но все равно не станет птицей. Иди ко мне, любовь моя, красавец. Вот так в полете лечатся глисты. И каждый раз на лапы падает мерзавец. Я чувствую Ромео приближение. Разве так бывает? Ё-моё! Прозрачные ее телосложения. Ни капли не похожи на моё. Я ощущаю всем невинным телом Ромео похотливый, алчный взгляд. Как осторожно, робко, неумело по телу его пальчики скользят. Щекотно. Ой, сейчас помру я. Волнуй рукой холодной. Волнуй. Ах нет, да я на пальчики подую. Пожалуйста, любимая, подуй. Стройна, как удочка, нежней цветка камилии, Воздушна и сладка, как карамель. Корове тощей никогда не стать газелью. Ты не права, корова. О, Джульетта, ты и есть газель. Господи, такой чудесный сон. Глазам не наглядеться на нее. Будь славен тот, кто создал колесо и пенюар, и женское белье. Ночи кратка, мне кажется, светает. Поторопись, хочу тебя попросить. Одежды сбрось, они тебя стесняют. Я тоже хочу прелести вкусить. О, Вскушение. Я, кажется, рискую. Ах, нет, хотя чего не может быть. Рискую тысячу воздушных поцелуев я эту статую волшебную покрыть. Мой ангел, от тебя тогда не скрою. Я в благодарность тебя тоже все покрою. Как горячо в плечо. Нежнее, не спеши. Еще нежней, мой дьявол, мой маньяк. Вот, поцелуй из глубины моей души. Ой, что ты сделала распутная. Ах, так? Ромео, нам пора остановиться. Остынь немного. Ты меня прости. Так можно запросто сейчас опроситься и тут же на балконе понести. Ну, так давай же к этому стремиться. Отцом я стану. Ты же станешь мамой. И даже если девочка родится, мы в чьи Шекспира назовем ее Вильямой. Не домогайся, я тебе сказала. Хоть поцелуй пошли. Та Боже упаси. Нет, столько впечатлений. Я устала. Такой нахальный. Даже не проси. Поверь, устала как собака. Нету мочи. Прощай, мой сладенький. Спокойной тебе ночи. Я жажду встречи, завтрашней свидания. Позжалься надо мною хоть немного. Смертельно без надежды расставания. На кладбище, к примеру, в полвторого. Вот жуть придумала. Сама боюсь прилично. Пусть это страшно, но ужасно эротично. Дибальта нет. Возможно, не предстанет. Жульетта, вам взрослее быть пора. Завтра же с Парисом свадьбу справить. А все печальное останется вчера. Ну и все спокойно. Вот вляпалась корова. Ну и ну. Хотя не так плохи мои дела. Приму таблеточку и поскорее усну. Они решат, Джульетта умерла. Вот умница я. Божья коровка. Одна. Вторая. Третья. Упаковка. Третья. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Чурмеля! Джульетта умерла! В день свадьбы собственной! Вот ужас! Вот корова! Душой очерствел, ослеп от слез, еще осементалился немножко. Куда это Джульетту он понес? Да, наверное, катает на горгошках. Абрам Исакович Клистер. Аптека. Мы были вместе, как два сапога. Ой. И вот один в разлуке я не снею. Ой. Лишилась сапога одна нога. И я хромею. Сохну я. Щерею. Ой. Не ведает печаль твоя границ. Они меня разлукаю. Убили. Они мне ноги обрубили до... Ресниц. Ой. И крылья до лопаты подрубили. Вандалы, варвары. Прервали мой полет. И сердце что-то черное пророчит. Так вот, дорога эта к кладбичу ведет. Иди. Зачем? Зачем туда Джульетту он волочит? Позволю я себе предполагать, что дело это выше понимания. Наверное, ее хочет попугать, что величи детет заикания. Хе-хе. Все в Эривел, как говорится. Алис Гуд. Не понял я. Что вы, сеньор, сказали? Я рядом с тем, кто ищет свой капут. А значит, что я тот, что вы искали. И вот к услугам вашим сей момент. Я, честно говоря, не думал даже. К услугам вашим весь ассортимент. То есть все то, что есть в наличии, в продаже. Вот, мило и петля. Кинжалов пара. Кистен. С такой изящной загогулькой. О. Змея. Опять же, по фамилии Курара. И пистолет с отравленной пулькой. Что в колбах? Да. Тараканы, змеи, гады, флакончики с отравленной водицей. Не понимаю я. Зачем все это надо? О, господи. В хозяйстве пригодится. Вот. Скайпиона, одноразовое жало. О. Удавочка веселенькая лента. И к нам не поступало еще жало под наших уважаемых клиентов. Смущает меня что-то здесь немножко. Хотя, готов я на слово поверить. Но если б... На собаке или кошке. Хотелось бы на ком-нибудь проверить. Хорошо. Доверимся вот этой гнусной жабе. Но нужен третий для эксперимента. Одно мгновение и дело будет в шляпе. Как говорится, дело айн момента. Вот он, герой. Иди сюда, герой. Я вижу, что еще ты не обедал. Закрой глаза и рот скорее открой. Ты угадай, что только что отведал. Как будто эль. А вроде и не эль. Нет, очень холодно пока еще, голубчик. И вроде не похоже на коктейль. Возможно, это черепаший супчик. Ну вот, уже значительно теплее. Наверное, море дар. Салат из краба? Еще теплее, даже горячей. О, господи. Во мне грудная жаба. Вот. Ну ты артист. Ну комик. Надурел. А я как лох. К грудную жабу в пасть. Еще отец мне в детстве говорил. Не надо, что не знаешь, в рот свой класть. Ой, я умираю. Очень хорошо. Я умираю, но пошел на эти муки, как доброволец. Обожаю риск. Эксперимента жертва. Мученик науки. Эйнштейн. Ютон. Коперник. И Парис. Ну вот. Отмаялся герой. Лежит себе под ивою плакучей. И нафига мне этот геморрой. Хотя возьму на черный день, на всякий случай, вас вот эту чудную гранатку. О, змею-курару. И волшебную лопатку. Да и пойду. Проведаю голубку. А если что не так, меня простите. А я скажу спасибо за покупку. Ну и, как говорится, заходите. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решилась я. И не остановлюсь. Не трусь, Джульетта. Держи себя в руках. Ну, что с того, что кладбище боюсь? Перебороть мне нужно этот страх. Ой, привидение! Вот, кажется, и прибыло. Как жаль, не захватил с собой свечу. Аж волос на башке поднялся дыбом. Нет, тихо, затаюсь и помолчу. Как воздух тишиной молчания дышит. Здесь вечный сон. Здесь вся природа спит. Покойник, точно, ни черта не слышит. Как все здесь хрюкает и блеет, и пищит. Шуршат тихонько полевые мыши, чтобы не нарушить сон, не разбудить. Во, вляпалась. Сейчас поедет крыша. Меня давным-давно пора лечить. Толь привидение, толь олень сахатый назойливо шевелится в кустах. Заеду по башке ему лопатой. О, бабочки. Фонарики в глазах. Как сладкое тело ватое немело. Пошевелиться даже не могу. Теперь салют еще. Вот в ухе зазвенело. Далеким и кукушечим. Ку-ку. И далеко ходить не надо. Различаю. Вот я, вот кладбище. В ушах собачий лай. Прощайте все. И я вас всех прощаю. Ой-ё. Джульетту грохнул. Невзначай. Лопатой в чайник. Верь, теперь прими этом. Как... Как холодна, безжизненная рука. Зову. Джульетта. Ни ответа, ни привета лежит себе. Валяет дурака. Железными ее должны быть нервы. Коньки отбросила. Ушла. Не попрощалась. Кобыла дохлая. Бесчувственная стерва. Свидание ночь взяла. И отсвисталась. Отмалилась. Ну что ж. Тогда я тоже. Покончу с этим бредом. И кошмаром. Я сам себя возьму. И укакошу. Змеёю. Мерзопакостной. Курарой. Курарой. просыпаюсь значит я не умерла подвернулась ушка не знаю даже сколько я спала и вся слюдой заляпана подушка где я запах тленья паутина какой-то натюрморт довольно странный и что это за дохлая скотина бездыханный он вслед за мной подумал устремиться и обогнал но ненамного я же чтоб с ним на небесах соединиться два характери сделаю сейчас же как мир жесток безжалостен и туп вот передо мною то во что я был влюбленный джульетты с характерившийся труп у ног моих раскинут расчлененный два раза не войти в одну реку я не тот кто счастлив был когда-то гранату съем и выплю на чеку вот так возьму и схаваю гранату постой ромео господи воды о горе мне печаль моя бездонна и хнусь я кажется от этой ерунды пойду наверх и выброшусь с балкона и в в Ранен в рот. Я ранен в рот? А где Джульетта тело? Трансцендентировалась, любимая моя. Ах, нет же, вон! С балкона полетела. Я, как птичья стая в теплые края. Но, словно феникс, смерти не страшусь я. Все, вроде так прилично начиналось. Жива Джульетта, бред. Сознание лишусь я. А я, как дура, распереживалась. Дадим друг другу капельку любви. Как поведение она нам в дар дается. Одну лишь капельку друг другу отдадим. И вдвое большее к нам самим вернется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...